всем привет сегодня мы начинаем новый предмет это постпроцессоры один предмет отдельный дополнительный связаны с обработкой инструментом мы пока переносим примерно он будет проводиться после программирования либо после макросов для него готовится новые материалы поэтому мы перейдем пройдем его чуть позже для тех кто завершает обучение в либо уже завершил да и сейчас это для него ближайший предмет вы сможете самостоятельно его пройти то есть это буквально два занятия которые пройдут чуть позже уведомления вы получите либо просто напишите мне вам скину ссылку на него сегодня мы начнем с такой темы как постпроцессора сегодня будет вводное занятие начальное которым мы поговорим вообще что это такое посмотрим образцы постпроцессоров и еще у нас будет два занятия на котором мы рассмотрим некоторые возможные постпроцессоры более детально то есть в данный момент в группе мы не будем брать конкретное изучение полноценного постпроцессинга то есть это будет такое вводное вводное занятие в следующей группе планируется более такое полноценное на примере одной системы чипу тем не менее есть возможность посмотреть записи занятий предыдущих групп либо посмотреть есть такой более детальный у нас курс по постпроцессорам шапкам тем более данная программа изучается в инженерной графике и вот громко вот и будет как бы актуально вот и через три занятия мы перейдем к отдельному предмету отдельной теме которая называется программирование чипу будет очень много интерактивных упражнений тесты определенные вот некоторые материалы будут на английском языке но я буду рассказывать как всем этим пользоваться и начнем мы очень скоро как раз с начала цикла обучения программирование чипу то есть по ходу я все это расскажу сегодня мы рассмотрим ввод постпроцессор то есть определимся с вами что это такое для чего это нужно кто использует постпроцессор вероятно что это может быть либо программист кам которая работает в рамках какой-то среды программирования либо это какая-то техническая организация которая обслуживает станки либо прав на обеспечения реселлеры и дистрибьюторы и дилеры программных обеспечений в данном случае к либо камп систем которые необходимы либо для которых необходимо настроить определенный файл конфигурации для того чтобы станок правильно создавал управляющую программу выглядит это так если нарисовать схематично есть оператор чипу есть программист чипу который пишет управляющую программу он пишет эту право программу либо вручную текстом да например там g200 ускоренное перемещение перейди туда g01 перейди туда если эта программа более сложная это в 95 процентов случаев именно так где используется 4 ось 5 ось где используется обработка круговой интерполяции в виде сплайна то есть какая-то более сложная форма обработки для которой уже необходим постпроцессинг либо кат-система для того чтобы описать ее более правильно то есть для того чтобы описать начальные конечные точки дуги расстояния функция gk для этого уже требуется камп систем все имеют камп систему если предприятие как бы даже не может себе позволить то есть пользоваться какие-то более там экспресс версии систем поэтому для этого для того чтобы соединить рабочий файл для станка и получить его из камп системы требуется еще такое дополнительное как бы дополнительные данные параметры станке которая записывается в специальном файле постпроцессор постпроцессор находится между камп системой напишем так камп система либо в скобочках то может быть какой-то верификатор то есть программа для верификации словари файл проверки управляющих программ так как она также должна иметь определенной инструкции какие правильно работать нам поэтому постпроцессор также может быть в программе кая либо программе верификаторе предположим создана какая-то какой-то чертеж в системе кат после чего создана управляющая программа в системе камп а именно операции обработки и для того чтобы получить управляющую программу нам необходимо то есть вот уп перед экспортом nc либо уп нам необходим постпроцессор постпроцессор может быть внутренней нативный может быть внешне виде отдельного файла может быть создана виде отдельного конструктора генератора постпроцессора может быть постпроцессор общий который состоит обычно из предварительного процессора либо при процессора и постпроцессора при процессор собирает информацию необходимую для работы станка в виде конфигурации, начальных файлов, типа эмульсии, как меняются инструменты, как используются коды 0.1. То есть то, что не относится к непосредственной создании операции, выдаче значений специальных кодов, использовании координат, это все является препроцессором. Постпроцессор получает информацию и разные параметры из препроцессора, а также конфигурирует и создает управляющую программу, читая информацию из такого промежуточного файла, который называется CLData, который получает траекторию движения из CAM-системы. То есть препроцессор и постпроцессор составляет одно целое в некоторых системах и необходим для того, чтобы получить управляющую программу. Давайте разберем, для чего это нужно. Но что было более понятно, чтобы необразно все рассказывать, возьмем такую простую, простенькую программу системы CAM, которая также будет использоваться нами при изучении, прохождении данного курса. Она же является реальной версией, демонстрационной, полнофункциональной, за исключением создания только первых 50 строк управляющей программы. Тем не менее, этого будет достаточно для нас. И такая программа называется SharpCamp, в которой мы можем посмотреть уже некоторые встроенные постпроцессоры и как меняются управляющие программы, когда мы выбираем этот постпроцессор. Например, представьте, я сделал очень легкое построение для того, чтобы мы могли отследить программно, что конкретно будет меняться. Запомним, что мы имеем прямоугольник 50 на 50 миллиметров, начальная точка у которого 0, 0, 0. И сейчас мы создадим операцию прохождения инструментом по контуру, то есть профильная обработка на определенной глубине, где инструмент не будет даже смещаться, чтобы опорные координаты точек соответствовали, совпадали с ними. То есть были как раз 0, 0, 0, 50, 50, 50, 50, 0. Итак, уровень S-Point, уровень R-Point, поверхность материала, финальная глубина, выход, количество проходов, скорость речения шпинделя, скорость вырезания, скорость резания. То, что мы будем рассматривать как раз при изучении женерной графики. Это нас сейчас менее волнует. Создается, ага, выбирается инструмент, пусть будет 5-миллиметровая фреза конечная 1-миллиметровая T1, то есть инструмент номер 1. И выбираем обработку по контуру, центр, обработка по центру. И получаем вот такую управляющую программу. Давайте посмотрим, что за программа, и даже ее просимулировать. В программе нам даже не нужны вот эти все, вот эта вся необходимая информация. И эту программу мы можем просимулировать. То есть вот я перейду, например, вот этот симулятор. Можно и с русской версии, не имеет значения, просто немножко как бы он обновленный. И вот сюда вставлю эту программу, посмотрю. То есть вот просто прохождение по контуру. Обратите внимание, что сначала мы можем видеть строку безопасности так называемой управляющей программы. G40 – это то, что отвечает за отмену компенсации на диаметре инструмента. G17 – это обработка либо работа в плоскости XY. G80 – это отмена компенсации на G80. Это не отмена компенсации, это отмена постоянных циклов, то есть сверление. GPC4 – это использование рабочей координатной системы номер один. Что тут нужно? Сначала идет перемещение координату X0 и Y0, вот в эту точку. Потом идет переход в 20 мм выше уровня поверхности материала. Он имеется в виду вот эту точку. Потом мы опускаемся до 10 мм, потом мы вырезаемся на минус 5. Смотрите, что это уровень Z0, мы опускаемся на минус 5 мм, то есть меньше. Можно проверить это, например, поставить тут минус 1 и сделать симулятор. И мы видим, что это значение изменилось. Также вы можете написать такие подобные программы, использовать наш симулятор онлайн. Дальше идет перемещение. Смотрите, то есть сначала мы перемещаемся в координату Y50, это опорная точка номер один, назовем ее так. Потом перемещаемся вот сюда, в X50, потом возвращаемся сюда в Y0 и возвращаемся сюда в X0, а потом поднимаемся на 20. Вот такая элементальная программа. Но те, кто рассматривает, изучает даже самостоятельно создание управляющей программы с помощью кодов, могут это освоить за один день. Но нюанс такой, что если мы добавляем круговые интерполяции, если мы добавляем более сложное программирование, когда идет переход с одной плоскости во вторую плоскость, то есть с X, Y, Z, Y, Z, тогда, естественно, будет очень сложно создать такую программу вручную. На это уйдет очень много времени. То есть тогда, когда, например, не использовались вообще системы каткам раньше, да, то есть когда было конструкторское бюро, и все сначала чертилось, после чего все переводилось в коды, программировалось с помощью специальных там перфокарт, перфолем. Но на это уходили недели, работало очень много человек для того, чтобы создать одну управляющую программу. Сейчас эту программу можно создать за 10 минут, да, даже достаточно сложно. Ну ладно, за час, предположим, да, и начертить, и создать, и, соответственно, смоделировать, и сверифицировать, и проверить, и просимулировать поведение работы станка. Да, и при этом, что самое интересное, что если мы пишем вручную программу, мы подразумеваем конкретный синтаксис, ведь программа, которая написана, не может запуститься на всех станках в мире, да, то есть она запустится на определенных станках. Фанук, ХАС, GSK, Акиросеки, много их можно, Mitsubishi, в принципе, их запустили, много очень можно перечислять, но вот возьмем такую систему, как Акума, да, это японский производитель, достаточно известный, вот Акума уже поругается немножко. То есть получается, что не все станки работают с одним и тем же кодом. И если мы пишем программу вручную, то, естественно, что код адаптируется под эту программу. То есть мы знаем, что в специальном языке код G90 отвечает за то, чтобы станок работал относительно нулевой координаты, указывал все координаты, но не во всех станках код G90 за это отвечает. У него в всех станках код G504 отвечает за использование рабочей координатной системы номер 1. Если взять FADL, там это код E1. В системе синтак не требуется кода T1 для смены инструмента, там это делает просто, точнее M6, там это делает просто T1. Там же мы не используем код G28, потому что G28 запускает специальный макрос, внешнюю программу, которая запускает, собственно, возврат в исходное положение кода G53. Акума использует G54 для других действий. Это связано с offset'ами на высоту. Это не связано абсолютно с рабочей системой координат. А для рабочей системы координат используются коды 10.11, которые используются для записи в систему чипу для FANUC. Получается, что один код работает совсем по-другому на другом станке, по-третьему на третьем станке. И все это является не универсальным кодом. Даже говоря о том, что вот это стандартные GM-коды, и многие их изучают, да, как GM-коды, как язык там DIN, ISO, ISO 7, если раньше он так назывался. Но он не является стандартным. На уроках программирования чипа мы будем изучать более тонко, да, каждый код, и что они отвечают, в чем разница, будем делать примеры и так далее. Сейчас мы рассматриваем в общем, да, понятие постпроцессоров и постпроцессоров. И нужно сказать о том, что данные коды не являются глобальными, да, то есть они не подходят ко всем станкам. Постпроцессор необходим для того, чтобы сформировать правильный код для конкретного станка. То есть у меня есть одна CAM-система, которая называется SharpCam. Это может быть MasterCam, SolidCam, NXCam, RaynaCam, Esprit. Не обязательно они должны называться на CAM, ну, то есть может быть. И эта система создает управляющий программ. Сейчас создана программа для FANUC, потому что она использует постпроцессор FANUC. Постпроцессор FANUC – это определенный код, который может выглядеть по-разному. Для данного случая используется язык Vibinet, Visual Basic. И на нем описывается с помощью определенных операторов, операндов, процедур, специальное формирование этого кода. Тут указывается, что делать в начале программы. Какой тип радиуса использовать. При выводе стартовых линий в N-коде нужно использовать стартовый номер 10, а можно 100. И когда мы ставим 100 и производим компиляцию, то выполняется все, переводится в 100. Тут можно использовать, либо указывать то, что должно выводиться в комментариях. Тут можно добавлять условия. Одну минутку. Что-то отходил микрофон. Все, сейчас нормально. Получается, что в постпроцессоре будут указываться определенные команды, которые сформируют этот код. Но какой код? Сформируют код для выдачи FANUC. То есть то, что мы видим. Если мы возьмем, например, такую систему ЧПУ, которая вообще не использует коды, либо диалоговый язык какой-то, например, Хайдинген, то для него нужен другой постпроцессор. То есть какой-то другой файл, который бы имел разные алгоритмы и сформировал бы. Вопрос можно, Антон? Конечно. А эти постпроцессоры, получается, это дополнительно надо загружать в CAD CAM систему, что оно в пакете идет вместе с ним, например? Везде по-разному. Но смотрите, если взять, например, вот конкретно этот продукт, то есть программа Sharp Cam, то некоторые программы, некоторые постпроцессоры будут идти как бы в нагрузку, в прибавку. Вот support, поддержка, и есть функция. И есть раздел Mation Definition, постпроцессоры. И есть уже готовый набор постпроцессоров, которые вы можете скачать. Ману Хаденхен. Но может быть такое, что, например, там Future Cam и нет постпроцессора. Значит, его надо написать, изменить, заказать. Или докупить можно. Ну да, вчера, например, для одного предприятия создавали, изменяли постпроцессор для Future Cam. То есть постоянно какие-то могут быть изменения. Поэтому что-то может быть в комплекте, что-то мы можем найти на разных форумах. Там, например, Autodesk. На форуме Autodesk достаточно много есть постпроцессоров. Но это не значит, что они подойдут. И теперь посмотрим. Получается, для того же Sharp Cam мы можем использовать постпроцессор для Fanuc, Heidenkern, Haas, Faddle, Siemens, Mach 3, Animal, Millpower, Prototec и Vincency. Но это же не все станки, правильно? Станков-то сотни, фактически. Это надо задавать перед созданием элемента, да? То есть получается, когда... Мы можем... Смотрите, это не относится к этому. То есть порядок не относится. Мы можем теоретически для того, чтобы получить управляющий программ, код уже нужно иметь что-то, да? То есть операцию. Сначала мы создаем операцию в виде геометрии. Вот мы там создали какие-то прямоугольники, сделали 3D-модели, если программа поддерживает 3D-проектирование, корректирование, моделирование. Потом создаем операцию, выбираем инструмент, определяем в операции ее стратегию, например, обработка кармана, сверление, растачивание, навязание резьбы. Потом указываем... Собственно, создаем готовую операцию, то есть указываем, что нужно сделать. А потом при выдаче кода нам нужно указать, какой постпроцессор будет использоваться для выдачи кода. Например, будет использоваться Хаббенхен, и я указываю этот постпроцессор и получаю совсем другой код. Вот он. Потому что он использует постпроцессор другой, который формирует этот код. Вот он. То есть другой постпроцессор используется для формирования кода. Закрываем этот постпроцессор. Предположим, я использую, либо имею станок вот такой, millpower. И он использует вот такой код. То есть это уже не GM коды, как вы видите. Совсем другой язык программирования. То есть именно вот этот файл необходимо загрузить в станок, перейти в автоматический режим, нажать старт цикла и выполнить программу. То есть не только GM коды, да, это единственный язык, который используется для запуска управляющей программы, либо для работы, то есть execution, выполнения управляющей программы станком. Это может быть очень много вариантов. К тому же может быть такое, что, например, вот Faddle, например, 88 серия. И это те же G-коды, да, но, например, функция I1 написана не в традиционном классическом программировании ISO, а в коде Faddle. Это отличается тем, что I1 отвечает за номер рабочей системы координат. То есть I – это номер системы координат. Вот какая система координат имеет значение 1? Какой у нее номер кода? В G-кодах? G-17. 17? Нет, 17 – это плоскость обработки. А рабочая система координат? 90. Расстояние? Нет, это инкрементная форма. G54. А, точно. G54, то есть рабочая система координат. Получается, смотрите, чтобы запустить эту программу на Faddle, нужно просто I1 поменять на G54. Чтобы запустить ее на FANUC, надо поменять на G54. Чтобы запустить на Faddle, надо G54 поменять на I1. Ну, в принципе, и все. Всего лишь. Но, тем не менее, всего лишь. Ну, а как вообще это все можно вручную делать? А есть ли много этих изменений? То есть, если это изменение системы, либо вот эта строка безопасности, которая бы использовала G54, было бы написано 10-20 раз в программе. Но это же невозможно оператору делать вручную, искать эти G54 и заменять. То есть, даже для такой элементарной вещи, когда изменение может быть минимальным каким-то. Давайте посмотрим Siemens. Siemens, который использует не свой диалоговый язык, а вот 802, например, постпроцессор 802, который в начале программы должен задать фактически назначение папки. То есть, где находится программа mpfdir, то есть, главное, директория. Хотя тут стоят комментарии. А в конце программы будет использоваться код G75. Z1 равняется 0. Это значит, что ось Z нужно вернуть в референтную точку кодом G75, не кодом G28. А все остальное, в принципе, такое же, как и у Fanuc. Но уже это не может быть запущено Fanuc, а в Fanuc не может быть запущено это. То есть, это уже разные коды. Если я тут напишу G28, я это не запущу для Synumeric, но запущу для Fanuc. Если я напишу G75, это запустится для Synumeric, но не прочитается в Fanuc. То есть, это может быть как какие-то минимальные значения, минимальное изменение, разница в коде. Например, как делает Acuma. Это фактически похожие GM коды, не похожие, те же самые, но некоторые из них отвечают абсолютно за разные действия, разные функции. Если взять Haas, предположим, вот постпроцессор Haas выдаст нам вот такой код. Он отлично запустится. Я могу его запустить в любом симуляторе, например, взять NCplot и запустить его. Смотрите, у меня постпроцессор здесь для Acuma, но тем не менее он запустит обработку этого прямоугольника без проблем. Понятно, что если мы сделаем более сложное какое-то там программирование, где использовалось бы много функций, там G02, G03, сверление, да, может быть какие-то мы бы увидели неточности, и это значит, что уже требовалось бы какое-то изменение кода ручного. Ставим Haas, HaasMil, то же самое все запускается. Поставим Fanuc, это то, что в принципе есть вот здесь. То есть это как бы Fanuc, тоже все нормально работает. Но если мы возьмем постпроцессор для Hide-in-Hand, то это не может быть запущено в Fanuc, правильно? Потому что он не читает этот код. Или возьмем такую систему, как Anilam, которая в той же группе Hide-in-Hand. Она имеет вот такой код. То есть вот это код управляющей программы, и тут отлично все читается, и все понятно. Но понятно для запуска в Anilam. Тут написано, это комментарий. Потом определяется рабочая система координат, и определяются размеры абсолютных, то есть G90. Идиция измерения G21. Ускоренное перемещение по Z в 0, смена инструмента на 0. То есть мы ставим предыдущий инструмент, берем новый инструмент. Ускоренно перемещаемся к координату 0,0 на высоте 20 мм. Подходим на 10 мм высшего уровня. Заготовки ускорено. Перемещаемся, линейная интерполяция, на минус 5 с подачей 200. Перемещаемся до Y50 с подачей 300. Перемещаемся в X50, Y0, X0. Поднимаемся вверх на Z20. Поднимаемся вверх до максимальной позиции, ставим инструмент, конец программы. То есть это достаточно читабельно, можно разобраться. О, точно, человеческий язык. Можно разобраться. Но смотрите, ну я ж не могу его запустить на фанук. Да, вот я его хочу. Ошибка. Вот ошибка с самого начала. Что такое звездочка? Звездочка – это непонятное что-то. Убираем звездочку. Ошибка. Опять ошибка. Будет ошибка везде абсолютно. Тут нет ни одного кода, который вообще будет понятен. Запускаем в любом другом симуляторе. Ошибка. Смотрите, все подчеркнуло. Not on the stand line. То есть он не понял код абсолютно ни одной строки. Но Anilam это скушает. Он выполнит такую обработку прямоугольника. Получается, что... Можно сделать вывод, да, что разные станки используют свои коды. Некоторые более универсальные и работают и со своими кодами, и используют свои системы, свои системы программирования. Например, MazaTroll. MazaTroll это такая система ЧПУ, которая работает и с GM кодами. Вот мы можем видеть, например, система MazaTroll. Это MazaC. Называется MazaC. Станки MazaC. И они используют код. Тут в данном случае описывается язык Mac программирования. MazaC, который похож на FANU. Это все комментарии. Потом записывается в переменную 654.0. В эту. Это. В эту. Эту. В эту. Входы. Перемещение. Активация компенсации. Возврат исходного положения. Тут никаких нет сложностей. Но. Что все плохо видно. Сейчас какой-то. Вот, например. О. Но. Смотрите. SimcoEdit может это показывать. И. Мы видим файл, который называется 640m.mzk. Это тоже управляющая программа для MazaC. То есть MazaC может работать и в системе MazaTroll. Это свой диалоговый язык. И в системе EI. Ну, то есть ISO-миллинг. То есть GM-коды. Мы видели, да? MazaC использует и GM-коды. Было в начале написано. Перед этим. Ну, неважно. Было, да? То, что мы читали в начале. Использует и GM-коды. И использует этот язык. Получается, что оператор может выбирать либо то, либо то. А что здесь? Здесь есть номер операции. Первая, вторая, операция номер третья. И описание, например, операция инструмент F-mil, номер прохода 1, номинальное значение диаметра такое-то, approach x, approach y. Это подход по x по y в такой-то координате, тип подхода, тип движения G01, то есть линейная интерполяция, глубина 0,29, ширина, подача и так далее. Уже, как вы там написали, не человеческий язык, правильно? Если так сравнить с предыдущим. Но MazaC это понятно. Ну и опять же, а как его получить? Понятное дело, что существует возможность использовать постпроцессор для такого языка и получить готовую программу, а не писать именно его вручную. То же самое с диалоговым языком. Например, Heidenhan, который работает и использует. Мы можем просимулировать код для него в системе, например, как он называется, TNC, ну TNC-симулятор, то есть Heidenhan-симулятор. Вот этот код. И при этом тут тоже все достаточно понятно, если разобраться. Но это понятно как бы оператору для чтения, но это же не значит, что станок другой будет работать. Это нам понятно. Но станок использует и выполняет только синтаксис такой, который он умеет читать. Написано, что мы определяем форму обработки, форму, точнее детали материала в первой и второй точке. Определяем плоскость обработки G17. Указываем номинальное, минимальное и максимальное значение по XYZ. То есть от минус 2,5 минус 2,5 Z минус 5 до 52,5 Z 0. Так как у нас инструмент 5 миллиметров, то мы можем отнять как раз эти по 2,5 миллиметра. И получается мы знаем, что 50 на 50 у нас материал, глубина 5 миллиметров. Ускоренно перемещаемся в Fmax, ускоренно перемещаемся это LFmax, R0 это отмена компенсации на диаметр. Берем инструмент номер 1, указываем плоскость обработки G17, назначаем выращение шпиндаля 10 тысяч оборотов в минуту, меняем инструмент первый, то есть берем его из барабана. Перемещаемся ускоренно в координату 0,0 без учета компенсации и активируем. Шпиндель. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...